Здравствуйте, дорогие друзья! Вова Шафтим, Нитильная Вова. Элул, вот он, приблизился, Рошашина приближается. И начнем с Майса, которую рассказывал Левицкая Хизбертичева. По пути в Бейк-Медраж, в дом обучения, увидел мужчину, который через базарную площадь перебегал, мчится с огромной скоростью, развивается там у него пиджак. В одной руке там портфель другой шли. Ну, короче, он его окликнул, тот остановился. Куда вы спешите, говорит, уважаемый? Ну, говорит, Рэба, о чем вы, о чем вы? Я зарабатываю на жизнь, ношусь туда-сюда в поисках хлеба насущного. Стоит, ну, чуть-чуть замешкаться, да? И шансы на успех упущены, все, вот я и бегу, что есть мочь. Откуда ты знаешь, говорит Равин, что шансы на успех именно впереди? А вдруг они бегут рядом с тобой? Или не приведи, Господи, остались позади, а ты от них убегаешь? Ну, мужчина смотрит на Рэба, не понимающий. Он говорит, послушай, я не говорю, что не надо зарабатывать на жизнь. Конечно, надо. Я просто боюсь, чтобы как бы вот в этой вот беге, ты не прозевал саму жизнь, увлекшись погоней. Это катастрофа, когда просто потерял главное. Объясняют мудрецы, а какая разница между тем, что заработать на жизнь и заработать на средства к жизни? Это разные вещи. Многие, может, даже этого не знают. Невозможно заработать себе на жизнь. Она дается Богом через отца и мать, а вот на пищу и кров нужно и можно зарабатывать. Но главное здесь другое, чтобы не потерять вот ценности самого дара жизни. Это именно то, что сказал Левицках. Как определить вот тут реальный уровень, а не получилось так, что в погоне за деньгами для оплаты различных счетов не успеваешь не только пожить, но даже получить удовольствие от того, что у тебя есть, от книги, от чего угодно. В современном обществе есть тенденция путать жизнь с прогрессом. Считается, что если человек чем-то сильно залит, вот это вот жизнь. Есть такой журнал знаменитый, Fast Company. Он лозунг у этого журнала, это все быстрее и быстрее, пока упаяние скорости не пересилит страх смерти. То есть вот такой девиз. А Левицках наоборот говорит, ребята, алло, поостановитесь, чуть-чуть замедлите бег. Что такое скорость вообще в сути своей? О чем разговаривают? Все второе. После того, как Яков стал Израилем, он рассказывает своему брату Исау, тот говорит, пошли, а тот вместе, он говорит, не надо. Я пойду медленно, как пойдет скот, кормящийся приплод, который со мной, и дети. Вот это вот реальная скорость. То есть в переводе на простой язык. Если хочешь жить по-божески, особенно вот в этот вот период, период перед Элулом Элул, срочно замедли скорость. Остановись. Надо чуть-чуть все взвесить. Перечитать инструкцию по управлению человеком. Человек это существо, умеющее чуть-чуть собой управлять. Что такое управлять, вы тоже знаете. Когда надо промолчать, промолчал, когда надо сказать, сказал, а не наоборот. Вот это надо проанализировать. И надо понять главную вещь сегодня. Человек состоит из животной души и духовной, условной души такой же. Если ты не кормишь одну, раскармливается другая. Если вообще одну не кормить, она умрет. Если человек не питает свою душу, если человек не занимается душой, останется только животное. Ну и все. Вот и все, о чем надо подумать. Сейчас мы находимся в начале месяца Эллу. Ну перед, вот буквально за Рош-Ходыш, вот-вот начнется. Этот период завершения еврейского годового цикла и подготовки с божьей помощью уже к Рош-Шанак, к суду. Это время, когда многие разумные люди подводят итоги прошедшего года, анализируют поступки и пытаются исправить. Некоторые, например, просят прощения, если кого-то обидели и так далее. Вот это все надо потихоньку начинать делать. Но помнить надо одну важную вещь. Есть такой закон, вот знаете, раньше были телеги, так ездили по дорогам, и в таких узких местах могла пройти одна телега. И вот Любавич Скеребе анализировал высказывания наших мудрецов о том, что невеста на такой дороге имеет преимущество перед покойником, когда какая телега пройдет, невеста должна идти впереди. Это важнейший урок подготовки к Новому году. То, что произошло в прошлом году, оно уже произошло, оно уже мертвое. Это покойник. Это сейчас уже впереди новая жизнь, Новый год, надо к нему готовиться. Это невеста, вот она перед нами. И вместо того, чтобы все без конца проанализировав прошлое, оставив его в покое, надо начинать готовиться к будущему. Надо анализировать, что было не так, все есть свои, идти вперед, вообще строить план. То есть сейчас важнее строить планы. Сейчас важнее построить какую-то жизненную линию и доказывать ее на небесном суде, что я ее достоин, что вот тогда придет невеста Рашошана, и все будет хорошо. И царь-царе освободит нам дорогу для невесты. И будет готов принять нас и подарит нам хороший, сладкий Новый год. Вот и все. Брахава от слаха, вот такого нам результата.